сейчас же у нас там много вот с той стороны вот сейчас вот эти вот 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 здесь вот 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 видишь вот вот видишь вот это лицо профессионала да 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 диванных критиков тебе придет такой знаешь ушлый перекуп и он тебе скажет чувак ну вот здесь надо покрасить здесь надо полирнуть здесь это ну скинь сотку вторую все все блогеры они конечно ужилые твари здесь не поспоришь а чеховские они всегда только правду говорят выбираешь квадроцикл или мотоцикл cf moto добро пожаловать в а тв армор крупнейшую в московском регионе сеть по продаже техники cf moto в наличии квадроцикл из двухлетней гарантии любой мощности и комплектации а также широкий выбор мотоциклов для увлекательных путешествий благодаря финансовой программе технику cf moto можно приобрести на комфортных для вас условиях в кредит или рассрочку под 0 процентов переплаты а также выгодно оформить одну или несколько единиц на юридическое лицо забери свою технику cf moto в а тв армор драйв и приключения ждут тебя привет youtube привет наши подписчики ребят я знал то что вам очень хочется узнать что же произошло с моим мерседесом за 40 тысяч километров как я и обещал я об этом должен был вам рассказать и сегодня мы обязательно вам об этом расскажем ну что давайте начнем с того то что во первых почему мы здесь у каких-то заброшенных ворот и вообще что случилось с машиной за эти 40 тысяч а сюда мы приехали специально для того чтобы привести мою машину за 40 тысяч в чувство вы же все хотите узнать что произошло с ним за 40 тысяч километров первое это конечно же всеми любимый руль от mercedes который опять на 10 тысячах разошелся я понят что его перешил теперь у меня обычный хороший руль потому что он не от mercedes это обычная просто перешивка а все остальное начались вот эти вот проблемы с колесами это вообще просто с какая-то сказка у mercedes а если вы помните на прошлом моем mercedes на серебристом который там вообще который никуда не ехал колеса стерлись задние вообще в пять тысяч километров то есть от слова вообще стерлись я все это выкрадывал в инстаграм вы все писали что у вас примерно такая же история mercedes ответил то что нет это не наша вина ты сильно газовал еще какой-то короче на самом деле все что больше двадцать второго радиуса буду есть больше двадцатого радиуса хватает на два сезона край поэтому колеса я купил обычные китайские я честно могу сказать я сэкономил я потратил на них 60 тысяч рублей мы откатаем опять какое-то время я опять потом когда будем там снимать обзор я вам расскажу что произошло с этими колесами дальше что у нас произошло по всему остальному знаете а по всему остальному даже мне рассказать нечего потому что когда я покупал mercedes человек николай как вы все его помните который там продавал каким-то чудом заставил меня приобрести 4 то до 4 то я купил то есть заплатил сразу деньги да и 4 ты приобрел и потом начались геморрои вот с этими вот этими делами вы все понимаете о чем я говорю да то есть теперь чтобы сделать то на этот mercedes это мне обходится примерно бы обходилось 100 тысяч рублей но так как у меня есть 4 то и ребята с mercedes каким-то чудом взяли и выполняют свои обязательства то есть мне еще осталось еще одно то и я буду потом платить по сотке поэтому имейте ввиду то что когда вы будете покупать новую машину это наверняка теперь будет какой-то китаец потому что вряд ли кто-то сможет приобрести mercedes то что сейчас он стоит каких-то космических денег запчасти тоже стоит каких-то космических денег именно поэтому я и приехал сюда к виталику для того чтобы продлить жизнь своему mercedes что делает виталик виталик а мы об этом пока не будем вам говорить что делает виталик мы сейчас плавненько подойдем к нему поехали дальше значит я же парень простой да я купил mercedes да я думаю уже там два года я на нем отъезжу край там три и все и продам прошло два года я могу сказать одно что мне безумно нравится этот автомобиль как ни странно да то есть вы все наверное ждали что я буду поливать его говном а нет ребят вот этот кузов вот этот двигатель 330 лошадей дизельный как сейчас правильно надо говорить как как сейчас говорит 400d молодежь говорит он просто космический вот серьезно вам говорю у меня нареканий нет вообще кроме колеса руля ну и наверное такого вялого салона но это ладно это мы сейчас вам все покажем расскажем короче вот примерный быстрый рассказ что вам об этом дальше рассказывать я не знаю потому что в нем ничего не сломалось ничего с ними случается все прекрасно все замечательно кроме то поэтому чтобы продлить жизнь своего mercedes я еще раз говорю я приехал фирму к виталику который перешивает сидение на квадроцикла и мы зацепившись я им говорю что еще делаешь а хочешь мы обклеим твой mercedes так что он и через три года будет смотреться как новый я верну такого не может быть а я тебе это покажу и расскажу поэтому давайте позовем виталика он машину уже мою обошел нашел миллион косяков которых я не видел и сейчас мы познакомимся как раз вы узнаете столько много интересного главное периодически меня тоже там как-то в комментариях пишите чтобы он остановился потому что его остановить когда он начинает что-то рассказывать про свою работу практически невозможно потому что он знает ее досконально виталь привет я рад тебя видеть наконец-то мы тебя покажем людям а то ты просто в болоте вечно значит рассказываю вот это тот самый человек кого я вам всем отправляю в инстаграме говорю ребята приезжайте к нему перед там переделывайте сидение потому что сидение на самом деле у всех как я вижу у всех порву ты что-то там да а а самое главное да что правильно ты говоришь они влажны сейчас я бы хотел чтобы мы сейчас того поговорили про машину первых мы можем ее помыть это уже хорошо для начала а я просто не мыл ее потому что знаешь это как к деньгам да к бабкам я смотрю мне нормально должно попереть да во вторых полирнем тачку оживим тут моментов то будет давай так по сколам я насколько знаю тут очень много сколов произошло за 40 тысяч как ты мне сейчас показал да там первый скол это наверное самое такое самый страшный это камера да если у вас есть камера на вашей машине вы покупаете какую-то новую машину и хотите чтобы все было с ней хорошо то первым делом конечно же я раньше никогда этого не делал надо ее обклеить но я вот клянусь вам я раньше никогда этого не делал я думал ну с какого хрена я буду кому-то обклеивать то есть кто-то возьмет отодрет мою пленку и будет новая машина а я сейчас типа бля буду только башлять думаете же бабки при продаже вернуться состояние будет идеально и минус полировки две полировки в год это раз а во-вторых любой даже самому тебе будет приятно ездить на чистая машине которая не будет вот зеркала видишь они у тебя матовые уже их пару раз полирнешь и здесь краски уже не будет то есть а пленка как раз это ленка она антивандальная пленка специально для квадроциклистов то есть такая пленка существует но мы же клеим квадрики баги то есть все можно открыть я сейчас видел там ты там приезжал в тв армор заклеил там по моему да тут который мы снимали по лазь там за 6 миллионов да уже по моему 6 баги заклеили и ждем честный отзыв есть вот у алексея заклеенная машинка он уже успел там на бок лечь и никаких ни царапин ничего пластик весь живой то есть ты мне хочешь сказать что в принципе если мы на машине также ляжем на бок и тоже в ничего не будет ну либо да на машине либо в машине на бок ничего парни вот первый наверное косяк видать давай расскажи сюда вот и в этом месте вот в этом месте косяк косяк мойщиков вот все же не особо внимания не придают мойщики начинают задирать дворники для протирки стекол и первый косяк вот он у нас вылазит на капоте была бы здесь пленка здесь был бы легкий задир но краска посталась а так придется сейчас точковать а насколько я понимаю пленка антиводальная правильно то есть если мы даже антигравийная у нее есть разная толщина от 190 до 220 микрон и легкие дтп она выдерживает даже если ну к примеру тебя там кто-то слегка там задел у тебя там деформировалась крыло снимаем пленку выкатываем крыло без покраса и у тебя все остается в заводе без всяких там подборов краски всего на свете то есть геморроя будет тебя на да смотри сейчас же у нас там много вот там вот вот с той стороны вот сейчас вот эти вот-вот-вот здесь вот-вот-вот-вот видишь вот-вот-вот видишь вот лицо профессионала да 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 диванных критика они сейчас начнут рассказывать нам про то что бывают разные пленки ну конечно разные разные пленки разные бабки не бывает такого кто хочет за 2 копейки поклеить самой дорогой пленкой у каждой пленки свое назначение одна пленка для ламинации другая для печати 3 специально придумано для антигравийных там защиту на заводе изначально у тебя вроде бы нету здесь просто mercedes зажал раньше здесь были вставки такие антигравийные на арках расширительных потому что задняя дверь на mercedes на бмв она больше всего терпит от пескоструя из здесь такая аэродинамика с колеса вылетает гравий и вот херачит если мы машину помоем мы потом это все заснимем здесь вот такой будет пескоструй легкий и плюс сама сам расширитель он матовый ну просто ты покатаешься еще два года будешь продавать машину а к тебе придет такой знаешь ушлый перекуп и он тебе скажет чувак ну вот здесь надо покрасить здесь надо полирнуть здесь это скинь сотку вторую и я у тебя заберу вот для того чтобы такого не было ты заклеишь пленкой и при продаже с тобой даже торговаться никто не будет если тебя машина будет достойном состоянии то есть лучше моется раз всегда блестит плюс гидрофоб вот отличие все гидрофоб у нас как раз отталкивает воду да да это специальный такой лаковый ну поверхность на лаковый слой на пленке он как бы гидрофобит но он не вечный но если поддерживать ну восками там кварцевым составом обрабатывать машину то есть все же там женщины ходят салон они же там мажутся тюнингуются с машиной то же самое как бы надо нормально мыть она у тебя будет постоянно в гидрофобе все будет блестеть все четко и в чем прикол пленка не царапается подожди хорошо а вот сейчас мы с тобой заклеим да а как пленка вот это вот допустим захотели мы ее снять она как вместе с краской будет сниматься не она не снимается с краской тогда у всех наверняка будет вопрос как же называется эта волшебная пленка ну у каждого своя пленка у нас антигравийная пленка кристалл и как раз ты будешь первым честным блогером кто даст честный отзыв о этой пленке мы клеем есть машины которые ездят по 10 лет и они как новые и ты здесь не поспоришь все все блогеры они конечно ужилые твари здесь не поспоришь а чеховские они всегда только правду говорят наша задача состоит в том чтобы ты дал честный отзыв то есть у нас есть свой продукт мы его с каждым годом там улучшаем топим за качество и вот как раз вот ты как раз та сторона которая даст нам отзыв с машины я не уверен то что все будет нормально вот про квадрики я прям уверен потому что знаете там все-таки квадрик он будет закрыт же этой же пленкой да правильно вот там вообще вот там будет точно понятно насколько потому что там постоянно вода ветки грязь мойки вот эти вот прям ручные и там это все сразу выявляется здесь я не думаю что мы сейчас что-то такое ну если вдруг у меня опять вылезет какая-то хрень я увижу что у меня там здесь от отвалилась там кто-то меня дверью там захерачил там кстати увидел да там дверь кто-то открывал да вот эту дверь да поэтому вот таких вот моментов на пленке как говорит виталий не должно быть для меня это на самом деле тоже очень интересный опыт потому что я ни одну свою машину не заклеил больше чем там два года мне машина не задерживалась как-то случайно там audi я помню задержалась на пять лет понравилось но она тоже была не обклеена то есть поэтому на самом деле вот этот вот опыт обклейки он будет первый в моей жизни да и надеюсь он будет положительный потому что как говорит виталий да у меня нету оснований сомневаться в том то что он говорит то что я видел работу вы тоже видели его работу да там все парни практически нас перешили сидение и получают просто колоссальное удовольствие от того то что как они говорят но не все дают обратную связь к тачкам относишься так ну типа ну есть у тебя машина есть ты как бы я смотрю ты не моешь почему я к тебе обратился вот по сиденьям все там думают мы там с тобой там контракты какие-то там заключили и вот по тачкам ты ее не моешь и как раз сейчас я к машинам давай да чтобы она пофиг на машинам отношусь вот именно знаете вот прям вот ну то есть это просто средство передвижения ну а теперь когда в моей жизни еще появился виталий который делает какие-то определенные вещи ну почему об этом не рассказать ребят я думаю то что кто живет на севере вам доехать до виталика вообще элементарно тем более он там скоро опять переезжает не принципиально где он будет главное чтобы у человека были руки и человек отвечал кстати вот наверное самое главное чтобы человек отвечал за свое именно то что он делает вот с ним такой ситуации не может быть сейчас объясню почему надевая сиденье чехол на точнее там получив от него сиденье на квадроцикл на цевку вот просто вдумайтесь сейчас я просто что понятно было я приезжаю на дачу да там ставлю этот код на сиденье мой охранник там ставит его он не у не встает я звоню виталику виталий слушай вы там что-то накосячили там с этими с как они называются зажимами что-то защелка защелками да там там и в это время в елизарово а они в этом мире время да на самом деле в елизарово катались продам вот этот вот с это вармор устраивал там автокросс это да чек не долго думая просто берет ты дома я говорю да на даче в чехове мучая приеду чтоб понятно было это примерно 100 километров он просто берет приезжает тут же все переделывает при мне надевается вот представляете как человек относится именно вот именно к таким вот вот человек судится именно по мелочам поэтому в нем я прям вот я вам тлюсь я прям уверен это никакая не реклама это ничего я просто рассказываю о хорошем человеке который делает просто офигенные вещи для вас для квадроциклистов ну и теперь соответственно наверняка у вас также есть машина и вы можете также заехать обклеить машину или сделать что-то по салону за что он делает не только обклейку на что делает перешивку руля сидений перешивку самого салона короче он делает много вещей для этого просто надо набрать искать виталь я видеоролик мы выдвигаем внизу . смотрим что у нас всего этого получится как бы печально смотреть на такую тачку но но ничего мы воскресим первый косяк салон салон будем восстанавливать конечно вот эти вот больные места вот тебе бы не мешало пандрюха взять эти пороги поменять амг эти нахер снятия поставить другие с подножкой а тут и постоянно на этот пластик становишься по возможности моего попробуем заклеить чтобы он не затирался это первый момент второй момент почистим сделаем полную химчистку вот там особенно под педалями видно да так что касается задних сидений вижу там следы от компота видно там что у них по ямам в этот момент пил компот это все тоже почистим ты видишь да вот эти вот а ты знаешь я вот честно могу сказать я иногда даже промывал здесь иногда промывал да ну для начала мы тебе заклеим а это уже другая история и подкапотку помоем все сделаем и ты потом сравнишь разницу просто я думаю такая машина не должна так выглядеть она должна выглядеть на все свои бабки он не знаем к машине надо относиться так куда ну то есть не но квадриком тоже знаешь ты же катаешься на квадрике ты после того как откатался ты очень бросил в гараж и он там я отдал чтобы помыли но но не все же хорошо моют правильно никогда быть квадроцикл это понятно это особый талант нужен там он а там кто-то его разбирает по но я честно могу сказать я этим не заморачивать потому что его надо мыть два раза вот хорошо это когда продаешь потому что у тебя cf moto если бы ты ездил на brp с этими ценами сейчас которые не ну это значит а сейчас вы можете мне сейчас сказать что вообще проще поставить его мне и как бы чтобы он там пылинки с ним сдувать я опять же говорю между всего лишь на всего техника она предназначена для того чтобы ездить поэтому давайте сделаем все что возможно чтобы там с ней все было офигенно но при этом при всем я еще раз говорю да мое отношение к технике оно такое что должна есть по грязи будет есть по грязи должен стоять офигенно возле дома не он не будет стоять просто вот эти все моменты за 40 тысяч у него такой внешний вид как на на 100 тянет ну пока этому до пока 40 поэтому мы хотим показать что пленка не только она как бы вывозит все моменты на машинах но и на квадриках все же сейчас там наклейки всякие микки маусы там лепят все но взрослые вроде бы чувак там да там кому за 40 налепил там всяких микки маузов там еще каких-то и он едет в лесу его кто-то увидит там я и опять же говорю я пока мультики наши да 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 я пока вот в эти наклейки и вообще во все вот это вот во все честно могу сказать я не особо верю но опять же ситуация в стране такая что приходится теперь сменять свое мировоззрение и конечно же хочется чтобы там машине не было царапин хочется чтобы она была выглядела круто и офигенно также то же самое с квадроциклами поэтому ребят если вы хотите чтобы у вас все получилось и чтобы ваша техника служила вам долго оставайтесь на канале да не я вам просто даю сто процентов человека который вот прям вот 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 отвечаю прям за него вот прям могу сказать прям я за виталика отвечаю потому что его поступки его действия они вот на том протяжении пока мы с ним общаемся я говорю сейчас совершенно спокойно без всяких там это не это не какая не рекламная акция это ничего я просто хочу вам рассказать об этом человеке просто поймите это и вот просто вот уяснить себе в никакой рекламы просто виталик делает ах еще давай показываю ценю где-то лишь у нас повелитель крючковый присосок воробьете вален действий на бампере лёня твоя котяра откормленная на раках да уже что-то сколько чертил тут мы тоже уберем чё лень не очень спортсмены как живут век утром снимаем тик токи там на тренажерах до вечера просто знать твое профессиональное мнение что ты скажешь по поводу вот это вот тачку ну короче он видит такую машину последний раз да завтра возможно вообще никто не увидит мы продадим бабки потом отводим короче все начинаем клеить вот это вот тачка вот она вот в таком состоянии видишь ее последний раз эти моменты чуть-чуть там попытались их убрать здесь шоколадок пачку получишь да или в пачку просто получишь но все альберт поехали а 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 и а а а Ходят звуки, что-то бито из пленовских девяностых, он своих бобров завалил, так что ты сейчас смотри, что ты делаешь. Ты шапку с них делал? Шапку не знаю, там посмотришь, где-то не делаешь. Это святая шапка, ей 12 лет. Серьезно? Серьезно, без шуток, это его любимая шапка. Он вырос, она ему знаешь куда, на макушку налазит. Если у него будет выбор, Мерседес или шапку, он выберет шапку. Серьезно? Абсолютно серьезно. Обратите внимание, что мы видим. Защита полов 3 комплекта. Получается у него оригинальные, сверху кожаные, такие. И еще вот такие коврики. То есть это респект. А здесь сзади кто-то чихал. Да, наверное, со шкваркой. Чихал. Да, вот проводить не подумал, потому что если бы там такая же система была бы, как на других полах, то вот этого бы не было. Вот здесь этого не было. То есть здесь есть где поработать? Конечно, да, да. Здесь вот въевшийся слой, она уже вон каменная, прям в камень превратилась. Продолжение следует... Кожа, она приобретает матовый цвет, а эта уже кожа грязная, она засаленная, такая как бы проблеск дает, блестит. Виталь, я рад тебя видеть. Я смотрю, ты прибарахлился, теперь всегда будешь бегать с этой штукой? Теперь всегда за тобой, пока будет пленка жить на твоей машине с тряпкой и со средством будут бегать за тобой, иначе... Давай посмотрим, что у нас произошло, то есть мы ее полностью обклеили, правильно? Да, полностью. Точнее, не мы, а вы ее полностью обклеили. Да, мы. А что это за пленка? Потому что у всех в Ножняка возник сейчас вопрос, это пленка, там разные есть пленки, это пленка говно, а это хорошее. Вот это что за пленка? Ну, назовем его говнопленка Crystal, а ты уже сам скажешь, говно или не говно. Ну, это после того, когда я проеду хоть десяточку на ней проеду, да, и там... Да, там щенки, лопаты, десяточку, нет, километров там тысяч сто проедешь, и... Да сто я вряд ли проеду на этой машине, ну, десяточку давайте посмотрим, что будет. Иди сюда, я тебе покажу. Вот, видишь, первый косяк всех внедорожников, это вот сколы полностью, низ дверей, передняя дверь, она даже уже пошла вот с жуками, и задние расширительные арки, они были вообще матовые, заклеили, блестит, новым не будет, но всегда останется в таком виде, как она сейчас есть. Вот, стойки были матовые, вот они у нас заклеены, зацарапанные были, сейчас все блестят, то есть, если лопатой там, я не знаю, ну, хватит тебе лет на пять минимум. Эти стойки, они же здесь сколы были, там, чуть подмазали, заклеили. Короче, капот у нас был зачищен вот этой вот лопатой. Вот здесь вот, помнишь, были у тебя, Андрюх, иди сюда, или ты не помнишь? Не-не-не, я вообще не помню это. Ты не видишь, не достаешь? Я, да, я прям раз просто, ты счет куда-крас, и все. Вот здесь у тебя были царапины, вообще ничего не делали, не полировали. Машина вообще твоя не полирована, вот мы ее заклеили так, как она есть, никто там ее не вылизывал, вот как было, просто наклеили пленку. А сейчас ведь и будут говорить то, что, ааа, что-то за работник такой, блядь, не отполировал машину. Что ж ты за человек такой? А зачем ее отполировал? Чтобы она была офигенная? Так нам за это бабки ж никто не платит. Это понятно, но все равно, они же то скажут, что у тебя говноруки? Не-не-не, это уже другая тема, наша задача была довести, ты же квадроциклист, наша задача была довести квадроциклистам пленку ж устанавливать можно не только на машины, но и на квадрики. Мы хотим довести до квадроциклистов, что пленка будет работать на квадрике так же, как и на машине, она скроет все дефекты. Спустя какое-то время, а ты сколько на квадриках катаешься? Ну, 25 лет, наверное. Нет, ну, срок владения квадрика год, полгода. Ну, год, наверное, точно всегда, год-два. Заклеил пленкой, через год решил продать, продаешь, а он у тебя весь блестит, как у Катая. Ну да, проще не покупать пластик. Обычно как делали? Ты берешь, снимаешь весь пластик и просто ставишь новый. И все, и он опять новый получается. Ну, если у тебя CF, это проще, а если у тебя BRP, там, переднее крыло. Да это вообще нереально уже, да. Переднее крыло 70 тысяч стоило в последний раз, да? Ну да, неоправданно. Да, просто купить весь пластик, это пол стоимости BRP. Проще сразу заклеил. Ребята, ну давайте так объясню, чтобы, наверное, более понятно, для чего все было сделано. Во-первых, сделано для того, чтобы рассказать вам о пленке. А второй момент, это, соответственно, просто сэкономить ваши финансы. На самом деле, когда вы начинаете страховать машину, вот страховка вот этой машины мне обходилась примерно в 120-130 тысяч рублей. Если бы я обращался бы по окраске там любой запчасти, какой бы там ни было, там, дверь, капот, еще что-то, то на следующий год моя бы страховка уже стоила бы там порядка 140-150 тысяч рублей. Здесь вы один раз заклеили, и на этом, в принципе, все закончено. Поэтому цена пленки, она составляет примерно как ваша страховка на момент, наверное, обклейки. Поэтому, чтобы вы себе голову не ломали, когда вы покупаете машину, проще ее заклеить один раз и больше голову не ломать. Мало того, она еще сохраняет, если вдруг какие-то есть мелкие ДТП, то совершенно спокойно с пленкой можно никуда не ездить, ни в какие покраски. Пленка это все дело сохранит. Я сейчас все правильно объяснил? Ну, да, правильно. Пленка, она же как работает? Если у тебя будет там мелкое ДТП, вот тебя кто-то там притер, да, у тебя есть вмятина. Данная пленка, она, ну, честно, ее толщина там 217 микрон. То есть мы демонтируем пленку, у тебя остается металл. То есть он чуть растянут, но его можно восстановить с помощью удаления вмятин без окраса. Демонтируем пленку, устанавливаем ее заново, и все, и ты ездишь. То есть опять получается новая запчасть, куда по большому счету вы не попадаете в страховую. А если вы, да, если вы не попадаете в страховую, значит, соответственно, ваш страховой этот, как бы, полис, он сохраняется, и на следующий год у вас опять получается цена такая же. Так, плюс, а страховой еще прикол, ты сейчас к дилерам заедешь, у тебя одно зерно, да, а красок, ну, грубо говоря, там, Mercedes красили, там, DuPont, там, еще каким-то там Sikens. С красками-то проблема, да. Да, с красками проблема, сейчас, ну, грубо говоря, там, Индия выпустила, либо Китай, либо там где-то в Подмосковье краску, а тебе сделали выкрас, а он у тебя в зерно не попал. Ты открасил капот на дилере, там, цена, там, 30-40 тысяч рублей, да, солнце вылезло, вот сейчас, летом, как раз видно, а он у тебя будет, ты вроде смотришь, знаешь, это как у меня Audi покрасили бочину, смотришь осенью, там, все в цвет, солнце вылезло, машина серая, а бочина вишневая. И здесь же, Шанрюк, знаешь, какая тема, вот, ты ездишь, сколько твоя сейчас машина стоит? Ну, миллионов 12, наверное. Ну, если бы 2 миллиона, ты, как бы, забил бы сейчас на всю эту тему, да? Ну, я и на 12 забил. И квадроциклисты, то же самое, они же катаются, баги сейчас сколько там, 4-6 стоят, правильно? А вообще, изначально, для чего все это было придумано? Есть бренд, там, ну, раскрученный, там, Сантех, Люмар, да, он стоит, там, космических бабок. Для чего все мы это сделали? Вот, ты, грубо говоря, ты же не понимаешь в пленках вообще... Ты вот смотришь, если бы ты даже не знал, что она в пленке, ну, просто ты бы себе ездил бы и ездил бы, да, там, может, там, где-то, там, если бы отошла бы пленка, ты только тогда понял, что это она в пленке. Ты приходишь в студию, грубо говоря, тебе там, хотят, там, предложить услугу, там, пленкой клеем. Ты же не понимаешь, тебе говорят, Сантех, Люмар, сколько, сколько тебе, там, 300, там, объявляли, или где, ну, грубо говоря, 300 тысяч, а клеят дешман. Вот, для чего вся эта тема? Мы пытаемся донести, не надо платить, там, бешеных бабок, есть вот отличный продукт на рынке, он стоит своих денег. Ты вот покатаешься, и ты скажешь, работает она или не работает, там, кто-то по 500 тысяч платит. А мы, знаешь, даже как сейчас сделаем, мы сделаем немножко по-другому. Ребят, если вы захотите когда-нибудь обклеить свою машину или что-то сделать, я вас прошу, сравните цены. Просто вот здесь вот внизу телефон Виталика, вы просто набираете и говорите, Виталь, мы бы хотели обклеить свою машину, скажи нам свою цену. И если вам где-то предложат гораздо дешевле, он вам хотя бы объяснит, почему это дешевле или пообъяснит, почему это дороже. Я же сейчас правильно объясняю, да, потому что там все зависит от пленок. Там столько всяких геморроев маленьких, которых мы, обычные потребители, даже просто не понимаем. Поэтому не заморачивайтесь перед тем, как начинать обклеивать что-то или что-то делать с машиной или со своим квадроциклом, там, сиденье, обклейка, еще что-то там. Позвоните Виталику. Но это же так просто, просто набрать. Это время просто. Не в оклейке здесь дело, здесь, знаешь, у тебя заболел зуб, есть у тебя знакомые. Мы же как на сарафане все работаем. И ты идешь в незнакомую клинику, а видят, что у тебя кошелек там, ну, нифига не этот, не маленький. И тебе ценник сразу x2, x3. Любая там услуга, что бы ты не хотел сделать, там, поехать отдохнуть куда-то, что-то купить. Даже такси, вызывая такси на Яндекс.Такси, если ты вызываешь его с дешевого телефона, у тебя одна цена. Почему-то в наше время многие люди пытаются увидеть, ну, у тех, у кого есть бабки, их видят как лохов. Есть деньги, иди сюда, и мы тебя сейчас разведем. В квадриках такая же самая тема. Ты откатался, вроде у тебя ничего не гремело, там, не стучало, ничего. Заехал на ТО, и после ТО тебе счетом выставляют 50-100 тысяч. Еще раз заехал, еще выставили. У тебя каждая покатушка, ну, у тебя же были такие раньше моменты, там, может, не у тебя, а у кого-то другого. Раз прокатался, чек такой 30-50 тысяч, 30-50. Сезон откатался, и ты потом понял, да ну нахуй этот квадрик, бля, я вообще все это на свете. Ну, грубо говоря, квартиру, бля, за полгода в Рязани прокатал. Вот, поэтому у нас есть свой продукт, у нас есть цена, бабки берем за пленку и за руки, не более, никаких там, ни ваз нету, никого, ни откатов. Мы работаем напрямую, сами по себе, поэтому. Так что теперь откаты у них появились, там, потому что надо чехским чуть-чуть закинуть. Да, надо будет. На чай, на чай. Так что, сейчас стало чуть-чуть дороже, но ничего страшного, я думаю, что вы с этим переживете. Главное, просто звоните, говорите, хочу, слушайте, хочу обклеить, посчитай мне, пожалуйста, мою машину. Будет честно, честно, мне даже, знаете, прямо хочу увидеть в ваши комментарии. Я понимаю, что там сейчас будет столько говна, столько всякой вот этой вот ненужной вот этой мишуры. Поэтому, парни, есть отличные руки, есть отличный мастер, есть отличная пленка. Хотите, пробуйте. Не хотите, не пробуйте. Моя задача просто вам об этом рассказать, чтобы ваша жизнь стала легче. Ну, а мы со своей стороны сделали все для того, чтобы вам рассказать. А мне не надо было лабаж заклеить броней? Кстати, надо было заклеить. А ты же такой, понимаешь, что ты даже, ну, мы же экономим на дворниках. Да. У тебя, я смотрю, у тебя дворники уже разъебили, твой лабаж. Поэтому, для начала, чтобы заклеить лабаж, надо перестать экономить на дворниках. То есть, сейчас надо поехать купить новые дворники? Надо купить новые дворники, закинуть их в багажник, потом мы тебе заклеим лабаж. И расскажу, как работает пленка для лобовых стекол. И все, и будет счастье. Твое стекло сейчас с датчиками штук 200 стоит. Вот прикинь, а у тебя еще нет, ну, сколы как бы маленькие есть, но если камень залетает, все, 200 рублей попал. Кто-то машину, вот мы с моим напарником Lexus заклеили за 9 часов LX 570. Ну, вот как раз, опять же, да, ответ на все вопросы. Просто кто-то неделю клеит, просто, знаешь, если так ценник дешевый, кто-то скажет, да, хуйня там, под ебом какой-то. Но мы просто работаем на скорость, и у нас тачки вылетают, вот, как семечки. День машина, день машина. Ну, морда, грубо говоря, если у нас морда клеится, зоны риска, там 5-6 часов, все следующее. И вот так вот мы... Вы знаете, я даже сейчас подумал, да, у меня же еще есть машин жены Натальи Юрьевны, как он называется, Smart. Вот со Smart можно, кстати, да, что-нибудь такое, прям мега офигенное замутить, такое яркое, красивое, прикольное. Летнее. Да, летнее, да. Просто сейчас, да, а потом в зиму уйдем, потом в зиму, забудем чуть-чуть в зиму. Ладно, давайте так, я рад, что вы посмотрели этот ролик, я знаю теперь то, что вы знаете гораздо больше, мне это приятно, потому что ролики про машины, да, хотя я не автоблогер, набирают какие-то колоссальные, да, какие-то колоссальные наборы вообще прям при чем. Ты знаешь масло вообще какое-то сюда заливается? Я даже не знаю, куда оно здесь заливается. Бам, бам. Вот, да, там мешаешь, как на мальфиле. Там же шесть у тебя в баке там специально. Поэтому вот, Серега, я даже не знаю, даже не хочу знать. Автоблогер. Да, я не автоблогер, да, поэтому, ребят, смотрите, кайфуйте, получайте удовольствие, знайте то, что на свете существуют люди, которые деньги, они, конечно, всем нужны, но просто они всем нужны в разных количествах. Да, которые работают за шоколадки. Кстати, да, вот шоколадка Fintrail и все вопросы закрыты. Пачка шоколадок и оклейка машины. Так что, ребят, за что работает Виталик? Да и все на самом деле очень просто. Главное, чтобы у вас всегда была шоколадка Fintrail с собой. Такая легкая реклама. Спасибо. Спасибо, Андрюша. Так что, ребят, вот вы опять спрашиваете, за что? За десерт, блядь. Да, за десерт работает. Машину клеем за десерт. Кстати, шоколадки на самом деле безумно вкусно, если вдруг у вас сложилось чувство, что вы устали. Если у вас нет экипировки Fintrail, начинайте шоколадок. Так что, ребят, большое спасибо, что смотрите нас, большое спасибо, что делаете и пишите комментарии. Ну, а мы со своей стороны будем делать вам офигенный контент и будем рассказывать о хороших людях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Все это доступно в школе внедорожного вождения CFMotoExperience. А для квадропутешественников со стажем у нас есть особое предложение к участию в турах выходного дня вместе с туристическим клубом АТВ Армор.